МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средняя тяжесть преступлений – это преступления, за которые имеется наказание не более пяти лет лишения свободы. Среди них преступления против жизни и здоровья семьи и несовершеннолетних, собственности, безопасности дорожного движения, незаконного оборота оружия и наркотических средств, преступления экономического характера. Связанные с незаконным предпринимательством, например, с использованием чужого товарного знака, экологические преступления, связанные с загрязнением вод, порчей земли, преступления, совершенные с использованием информационных технологий. Об опасности управления автомобилем в нетрезвом виде мы постоянно говорим в нашей программе. Свою лепту по искоренению этого зла вносит работа дознавателей. Статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса, она больше направлена на профилактику последствий управления транспортным средством в пьяном виде. А вот это уже работа дознавателей. Конечно, надо выявлять и профилактировать. А теперь еще и по закону мы изымаем транспортные средства, когда возбуждаем дела по 264 прим. 1. Суд накладывает аресты на транспортные средства и конфискует их в доход государства. Вот, ну так скажу сейчас навскидку, примерно за 23 год в доход государства по решению суда конфисковано, если мне не изменяет память до каждого, 111 транспортных средств по всей области. Это уже принято решение о конфискации транспортных средств. На мой взгляд, это правильное решение наших законодателей. И надеюсь, что в дальнейшем вот эти факты управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения будут не просто снижаться, а может быть мы даже добьемся исключения таких фактов. Состав преступлений, с которыми работают дознаватели, не относится к разряду резонансных. Но именно эта работа предотвращает совершение более тяжких преступлений. Служба, конечно, дознания, на мой взгляд, очень интересная. Каждое уголовное дело – это отдельная детективная история. Удовлетворение, безусловно, доставляет, когда дознаватель, расследуя преступление, может сам собрать доказательства, доказать вину преступника, и преступник несет неотвратимое наказание. И это, наверное, самое важное, для чего существует служба дознания. В этом случае граждане получают моральное и материальное удовлетворение, потому что их права восстановлены. И в этом случае мы профилактируем для остальных жителей Тверского региона возможность не совершать, приведя в примеры, рассказывая о том, какие преступления мы расследуем и каким образом несут наказание наши преступники. Но, возможно, кому-то это идет уроком, особенно, когда речь идет о несовершеннолетних. Домашнее насилие, хищение супермаркетов и незаконная миграция. Подробнее о работе дознавателей по этим видам преступлений мы расскажем в следующих выпусках патрульной службы.